Впрочем, некоторые лидеры оппозиции все же нашли повод для конфликта с полицией. После официального окончания митинга Сергей Удальцов забрался в фонтан и заявил, что с площади не уйдет. Вслед за Удальцовым фонтан оккупировали Навальный и депутат Пономарев. Митинга здесь нет, транспаратов здесь нету. Около 30 минут полицейские уговаривали их слезть с фонтана и увезти своих соратников по-хорошему. Однако оппозиционеры сделали все, чтобы митинг перестал быть мирным. Обратите внимание, полиция действует голыми руками, не применяя спецсредства, газ и дубинки. Есть много претензий к нашей милиции, но за пятое число я снимаю перед ними шляпу. Они не допустили бойни, они не допустили крови. Хотя оппозиция сделала для этого все. Кстати, за митингом на Пушкинской с большим интересом наблюдали американские дипломаты. Это Джереми Стюарт Ричард, второй секретарь политического отдела посольства США. Интересно, что его сюда привело и что он здесь делает. Это Эрик Канетт Лундберг, первый секретарь того же отдела. Увидев журналистов, американский дипломат почему-то стал выдавать себя за немца. Вы понимаете по-русски, скажите, пожалуйста, несколько слов об этом митинге. Скажите, почему вы здесь сегодня находитесь, какие у вас цели? Я понимаю. Может быть сотрудники посольства просто шли мимо и решили остановиться и послушать выступающих? А почему тогда вопросы корреспондента вызывают столь бурную реакцию? На каком языке вы хотите отвечать на наши вопросы? Стоп, 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 стоп. Мы не бьем камеру. Мы не бьем камеру. Координация и анализ протестных движений – основная задача западных кураторов оппозиции. Глава Ассоциации наблюдателей «Голос» Лилия Шибанова с иностранными дипломатами общается регулярно. Вместе с лидерами оппозиции она ходила к американскому послу Макфолу. Вы – сурковская пропаганда. А несколько дней назад посетила посольство Германии. Мы встречались с посольством. У нас совместный проект с парктерской организацией некоммерческой «Европейский обмен». Там общественность, в общем-то, очень заинтересована и хочет услышать, в общем-то, как Россия проходит выборы. США никогда не скрывали свою заинтересованность в результатах президентских выборов в России. Еще год назад американские власти ясно дали понять, что не хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента. Известный факт, что в марте прошлого года вице-президент Соединенных Штатов Байден напрямую просил Владимира Путина не выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. Уже одно это говорит о том, что попытки влиять на нашу политику, они почти открыто оказываются, их почти никто не скрывает. На днях посол США в России Майкл Макфол заявил, что Белый дом выступил с инициативой создать специальный фонд для поддержки гражданского общества в России. Видимо, тех денег, которые выделялись до сих пор, нашей оппозиции уже не хватает. Экономика США сейчас переживает сложные времена. И тем не менее, Штаты за счет собственных налогоплательщиков готовы целенаправленно финансировать российских борцов с действующей властью. Впрочем, до сих пор эти траты эффективными не были. Что называется, не в коня кормят. Предпосылок для цветной революции в России сегодня нет никаких. И лидеры оппозиции это прекрасно понимают. Обострить ситуацию может, пожалуй, лишь чудовищная провокация. Первая задача кровь, потому что кровь это перехват повестки, информационной повестки. Когда кого-то, значит, покалечили, а желательно убили, ну для них желательно, это циничные вещи, но мы говорим про инструментарий. Революция вообще циничная штука, особенно когда она устраивается по заранее понятным лекалам, не обирается ни на протестное настроение, ничего, просто вот это инструмент. Спровоцировать новый виток протестов могло бы, например, убийство одного из лидеров оппозиции. А возможные провокации незадолго до выборов предупреждал и Владимир Путин. Я эту методику и тактику знаю, она уже 10 лет как пытаются ее применить. Прежде всего те, кто за границей сидит. Точно говорю, это мне известно. Даже ищут так называемую сакральную жертву из числа каких-нибудь заметных людей. Сами грохнут, извините, а потом будут в власти обвинять. За несколько дней до президентских выборов оппозиционеры Борис Немцов и Андрей Пиантковский выступили на конференции в Норвегии, которую организовал форум «За мир» в Чечне. Что может быть общего у лидеров российской оппозиции с организацией, поддерживающей Ахмеда Закаева и чеченских сепаратистов? К чему они готовят западное общество? Путин не полагается, не доверяет российской полиции, российскому спецназу. Ему нужна помощь Кадырова, чтобы разобраться с оппозицией. Они в Москве уже месяц, они не носят форму, располагаются в частных квартирах и готовятся к чему-то. И это что-то будет в день после выборов. Эти бойцы, они профессиональные убийцы. Нет сомнений, что этот полк будет использован против демонстрации протеста в Москве. О том, что сразу после выборов в России начнется кровопролитие, они говорили как о деле уже решенном. Какова реальная цель этих боевиков в Москве? Что они хотят сделать? Это специальные войска Кадырова не для мирных митингов, а для чего-то другого. Это очень серьезно. Очень серьезно. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят. Слова Немцова о грядущей расправе перед выборами растиражировала иностранная пресса. Свою теорию Немцов озвучивал и в Москве на митинге 5 марта. А вот я знаю, что уже из Чечни приехали сюда снайперы. Никаких снайперов на митинге, естественно, не было. Но одна жертва все же нашлась. Алена Попова, помощница депутата Ильи Пономарева. Ломали руку, сдернули меня с фонтана, лицом вниз, вопили и сломали руку. Еду в трампу. На сакральную жертву такая травма, конечно же, не потянет. Но как повод обвинить полицию в рукоприкладстве вполне сойдет. Когда вот эту даже подхватили фразу о том, что оппозиции нужна сакральная жертва. И начали обвинять чуть ли не в том, что государство, полиция готовит какое-то убийство. Боже мой, ну кто? Опять же, кто заинтересовал? Куебоны? Кому это выгодно? Выгодно это только оппозиции. Митинг 10 марта на Новом Арбате обошелся без жертв. Народу пришло меньше, чем планировалось. А некоторые, например, националист Дмитрий Демушкин и его сторонники, покинули мероприятие, не дожидаясь его конца. Протест сливается. Опять одни и те же лица. Опять эти мальчики из 90-х. На ваш взгляд, это последний митинг? На наш взгляд, обычные русские люди считают, что пусть лучше будет Путин, чем вот эти, кто сейчас на сцене. Зрители и журналисты ждали выступления блогера Навального. Однако тот на сцену так и не вышел. Алексей! Сегодня никаких комментариев. Вы не объяснили, почему. Почему я обязана вам объяснять? От неудобных вопросов простой парень из Марьино, как Навальный сам себя называет, скрылся в фешенебельной гостинице. Разговаривать с нами он отправил одного из своих многочисленных телохранителей. Чувствам выполненного долга борцы за демократию разъезжались по домам. Ксения, буквально один вопрос о протестном движении. Один вопрос, Ксения! И только Сергей Удальцов продолжал свои протестные движения. Окупировал будку и призвал своих сторонников к прорыву на Пушкинскую площадь. Вскоре появилась полиция и аккуратно сняла оппозиционера с опасной высоты. Следующий митинг запланирован на май. За те три месяца, что прошли после первой акции протеста, у лидеров оппозиции были все шансы объединиться и сформулировать конструктивные требования к властям. Именно так действует любая политическая сила, если ей действительно есть, что предложить своему народу, если она действительно хочет что-то изменить в своей стране. Однако этого не произошло. Организация провокации митингов ради митингов – занятие бесперспективное и вряд ли найдет поддержку тех десятков тысяч, что по зову сердца приходили на Болотную и Проспект Сахарова. Один из главных идеологов протестных движений и всех цветных революций последнего времени, Джин Шарп, вчера дал нашей программе откровенное интервью. Для многих оппозиционеров его книги стали практическим пособием по подрыву действующей власти. Методы опробованы и на Украине, и в Грузии из последнего «Арабская весна» на Ближнем Востоке. Что думает Шарп о ситуации в России и как характеризует нашу оппозицию? Из США репортаж Михаила Солодовникова. Институт имени Альберта Эйнштейна скрывается за этой неприметной дверью в жилом и не самом благополучном квартале Восточного Бостона. Здесь, на первом этаже, среди вороха бумаг, книг, непрочитанных газет, живет и работает легендарный Джин Шарп. Он с трудом спускается со второго этажа своей квартиры и просит нас не снимать это путешествие по крутой лестнице. Профессору 84 года. Шарпа прославили его методические пособия по организации ненасильственной революции. Особенно инструкция по свержению правительств. 198 ненасильственных действий. Все по пунктам. 38 марши, 42 автоколонны, 137. Стоять на месте, если власти требуют завершить митинг. Пункт 141. Гражданское неповиновение несправедливым законам. Ненасильственная борьба – это не система исполнения закона. Это система борьбы без использования насилия. Есть хорошие законы, есть очень плохие. Поэтому люди сами должны решать, нарушать ли им законы продолжать митинг на площади или мирно разойтись и выйти в другой день. Теория Джинна Шарпа появилась в нужном месте и в нужное время. В Америке – вперед разочарования войной во Вьетнаме. То, что предлагал Шарп, – это свергать неугодные правительства без использования военных. Без жертв. Это военная технология. Это заменитель войны и другого насилия. Джин Шарп рассказал в интервью «Вестям недели», что книгу «От диктатуры к демократии» он писал специально для Бирмы. Но технология получилась абсолютно универсальной. Какой эксперимент? Он считает самым удачным. Можно судить по апостерам в рабочем кабинете. «Готов же!» – это лозунг сербской революции. Конец ему. А почему вы удивляетесь? Было время, когда американское руководство полагало, что Восточная Европа все время будет коммунистической. И однажды наступит день войны, когда американские силы и силы НАТО начнут наступление на коммунистические страны. Но этого не случилось. В Восточной Европе больше нет коммунистических стран. Пожилой ученый следит за событиями в России, но такие акции протеста, как «Белое кольцо» в Москве, его не впечатлили. Шарп объяснил «Технология моя». Ее использовали в августе 1989-го в Прибалтике. Но как? Тогда было 700 тысяч человек, которые выстроились в живую цепь длиной 600 километров. Ему даже в Дамаск не надо ездить. Он в своем офисе в Лондоне собирает через интернет видео столкновений и рассылает по телеканалам. Тактика Джина Шарпа и его теории воплощается сейчас на улице к Сирии, как раз в тот момент, пока мы говорим. Джином Шарпом восторгаются, его ненавидят. Ведь он агент ЦРУ, ответственный за проникновение Америки в другие страны, если верить иранскому телевидению. Вот этот ролик, где Седой Шарп, Джон Маккейн и Джордж Сорос в Белом доме затевают очередную революцию. Да, меня вдохновило свяжение Мубарака, признался нам Седой политтехнолог. Но не я это сделал, а египтяне. Шарп недавно освоил компьютер, но Твиттера, аккаунта в Фейсбуке у него нет. Он едва справляется с электронной почтой. Вот инструкция на дверном косяке у рабочего стола, цитата. После того, как написал письмо, не забудь в конце нажать кнопку отправить. Кто же он такой, Джин Шарп, крестный отец цветных революций, удачливый публицист, ученый, политолог или агент американских спецслужб? То, что было и то, что остается делом его жизни, это теория гражданского неповиновения, которая стала не только политической, но и военной технологией. Сам Шарп очень откровенно и очень точно говорит о себе в короткой биографической сноске к этой книге. Работа автора имела прямое влияние на движение сопротивления в России. Самая яркая деталь. Книга вышла 4 месяца назад. Михаил Сладовников и Андрей Салимани-Лежнев. Вести недели. Бостон. Вашингтон. Михаил Сладовников и Андрей Салимани-Леж.